А можно я тут единорога нарисую? Случалось ли тебе иметь дело с необучаемыми детьми? Кувшины вот такие вот Как малая разница в возрасте влияет на взаимоотношения с учениками? Делаешь вид, что ты строгий преподаватель и не смеешься с тупорных мемов Говорит, я опаздываю на урок, я в KFC В художках запрещают рисовать аниме Какие правила есть в вашей... Шарашке Белила с акварелью Да нет, дело... Зайчик, не дави на карандаш Всем привет, меня зовут Дарья И сегодня у меня в гостях Тома А точнее Тамара Викторовна Тамара Викторовна, кто вы? Я преподаватель изобразительного искусства Почему ты так медленно говоришь? С чувством Тома не может говорить на камеру Прошу ее простить за это Она же не такой профессиональный блогер, как я Поэтому немножко придется послушать Потерпеть Потерпеть неловкую речь Ну, ты же постараешься, да? Конечно Короче говоря, я попросила у вас задать вопросы Преподавателю, который работает в художественной школе И вот сейчас преподаватель у меня в гостях И сейчас мы будем задавать ей ваши вопросы Вопрос номер раз Как относится к молодым преподавателям в коллективе? Хорошо относятся Когда я пришла в художественную школу Мне очень много помогали В принципе, преподаватели по моей специальности Они помогали мне адаптироваться Разобраться с документацией И также я смотрела, как они ведут свои уроки Чтобы мне было легче понять, как это все происходит А нет такого какого-то предвзятого отношения? Нет, совершенно не было Все достаточно хорошо относились Терпели Можно сказать То есть, если ты молодой преподаватель Ты приходишь и допускаешь какие-то ошибки То всегда тебе помогают? Ну, естественно, когда ты приходишь в новый коллектив И особенно, когда ты приходишь Это твоя первая работа Люди видят в тебе человека Который возьмет на себя всю творческую работу У него глаза горят Он хочет делать Он хочет жить этим Люди думают, что это да И они такие Тамара Викторовна, но вы же молодой преподаватель Вот мы на вас сейчас скинем Кучу всяких разных дел Ну, блин, не лукавь Придется к этому быть готовым Правильно? Конечно Если ты молодой преподаватель А вокруг Ну, большинство преподавателей Гораздо старше тебя У них больше опыта Они, конечно, будут тебе помогать Но и вполне возможно Что прессовать тебя тоже будут Будут закидывать тебя Всякая разная работа Ну, это зависит еще от коллектива У меня не такой коллектив То есть, не то, чтобы на меня все скидывают Но у меня часто просят что-то сделать Другие люди, которые не относятся К моей специальности Вот, а те, которые относятся Они, как бы, совершенно адекватны Если что-то надо помочь Если есть какая-то оформительская работа Да, то мы ее распределяем между собой поровну Да, а там уже Как бы Очень много просят Не именно преподаватели Которые По твоей специальности Как вы это объясните? Хорошо А те преподаватели, которые не художники Но им что-то нужно? Им что-то нужно Допустим, к тебе подходит какой-нибудь театрал Или музыкант и говорит О, привет Ты новый преподаватель Нарисуешь мой портрет И все в этом роде Ну да Или, допустим, какие-то оформительские работы Опять же для театралов Да Для сцены Допустим, что-то такое Могут попросить вполне Ну, я, честно говоря, если это относится как-то Если я могу сделать это с детьми И могу провести интересный урок То я соглашаюсь на это Вот А если это уж совсем как-то не связано То либо Как бы если это Прямо заставляют делать Приходится, конечно, делать А если Есть Выбор И если ты уже загружен Работай То, естественно, просишь, чтобы Кого-то другого попросили Потому что ты же один все не сделаешь Ну да Вот так вот Вы видите в каких-то учениках Прям неистовый прирожденный потенциал Или талант Вот пришел ученик И ты такой Блин Конечно, есть талантливые ребята Очень много приходят Особенно очень хорошо Когда приходят дети И у них есть свои какие-то рисунки Свои наброски Там со скетчбуками Приходят с папками Ну и сразу видно То, что ребенок будет Помимо того, что он будет приходить И отсиживать время в художке Ну то есть работать над тем Что он выполняет программу Которая по По ГОСТам Он еще будет и сам развиваться А как бы это очень большой плюс Ну и когда видишь таких детей Всегда очень радуешься Ну и не сказать, что ты прям О, какой гений Ну да Тут скорее вопрос Гениальный ребенок Из-за интересованности Вообще в увлечении рисования Да Что рисуют дома Не только в художке И когда приносит вот много Видно сразу то, что ребенок заинтересован И то, что он понимает То, что ему нужно много работать А не как там перенесут Три рисуночка И скажут Вот посмотрите Есть ли у нас талант А так сразу видно, что ребенок Да, потому что Чаще всего так и бывает Переносит три рисунка И спрашивает Вот такой именно вопрос Звучит Как вы считаете Ну от родителя Есть ли у моего ребенка талант Ну это очень неправильный вопрос Потому что Ну что такое талант Потому что если ты не будешь работать У тебя не будет прогресса Естественно Мне тоже кажется Что вообще желательно Идти в художку Только тем, кто реально Прямо заинтересован в этом Тот, кто вот дома рисует Прямо с детства И идет в художку А не так, что Ну нарисую там два рисуночка И просто родители спихнули Такие в художку Просто вот у нас рисунки Гляньте А ребенок никогда в жизни До этого толком не рисовал И вообще в целом не планирует Ему это неинтересно Слышала ли ты Как тебя обсуждают ученики? Да Было такое дело И что обсуждали? Ну это было в младшей группе Была перемена И я смотрю Так небольшая кучка Столпилась Ребят Ну там лет по 8 8-10 лет примерно И они столпились И что-то шушукались Ну я сидела Что-то заполняла И начала прислушиваться К тому, что они говорят Они обсуждали Да, они обсуждали Сколько мне лет Большинство сошлось Что мне за 30 Блин, ну ребят Ну какие за 30? Гляньте Молодая Красивая У меня 16 Да Ну чуть-чуть побольше Конечно Стаж-то идет 19 19 с половиной Вообще, мне кажется Это такая тема Очень актуальна Потому что Я заметила Что малышне Все время кажется Что все вокруг Слишком старые Я даже по себе Помню, что когда мне было Там, допустим 13 лет Для меня там 25-летние девушки Были тетками Прямо Я смотрела такая Думала Вот взрослая тетя У меня с тобой уже Скоро 25 Ну ладно, не 25 Мне скоро 23 Но все равно Я уже близка К этой цифре Я такая Блин, ну как я могла Думать, что это тетя Это же молодые девочки Поэтому дети такие Наверное, ей 55 Да, точно Так и есть Но это на самом деле Вот только с маленькими Детьми А те, кто постарше Там, кому 17-16 Я думаю Они понимают То, что Меня не за 30 Я надеюсь, что вы понимаете Они даже скидывают тебе Мемосы Или ты Как бы ты Изменила план Обучения в рисовании Ну, что-то Добавить в план работы Или убрать оттуда Что тебе кажется Совершенно неуместно Как бы ты изменила Ну, когда я пришла В художественную Школу искусств Вот, уже были готовые программы Которыми со мной Поделились коллеги Ну, я изучила их И, как мне показалось Программа Очень даже хорошая Потому что Она рассчитана Ну, некоторые рассчитаны На 7-летние Некоторые на 8-летние Некоторые на 4-летние И 5-летние обучения И что мне понравилось В этих программах Что там нет Просто сплошные Работы с натурой Натюрморты Кувшины Построения Там есть Больше свободных тем То есть, допустим Закат над морем Что-нибудь такое Природное Там, где можно Проявить свою фантазию То есть, не просто Рисовать с натурой Но это, конечно Тоже очень важно Вот Потому что Когда дети приходят Они У них Какое-то свое Ощущение Ситуации Они думают То, что Можно нарисовать И вот Все, что угодно Вот И эти вот Темы по композиции Они, допустим Помогают тоже То есть, ты не пришел И тебя не заставили Рисовать то, что ты не хочешь А тебе дали выбор То есть, ты можешь Немножко Как бы Пофантазировать Тот же Закат над морем Он может быть Вообще Совершенно любым Мы рисовали С первым классом У всех Совершенно разные Работы были Кто что захотел Нафантазировал Кто-то там Рыб хотел сделать Кто-то хотел Корабль Кто-то горы Чтобы были Ну, в общем Есть И куда разгуляться Но, естественно Отказываться от натурой Туры тоже не надо У нас в программе Это все прописано То есть, есть натура Есть фантазийные У нас есть даже Дизайн и цветоведение Там очень интересные задания На мой взгляд И детям вроде тоже нравится Тебе нравится Когда в программе Есть много заданий Где есть разгуляться Где можно фантазию Да, конечно Потому что Одними натюрмортами Ты сыт не будешь Ну да Я еще помню Когда меня привели В художку Меня так разочаровали Особенно когда Маленькие дети Приходят в художку Они думают Что сейчас будем рисовать Все что захотим Будет так весело И прикольно А им такие Яблоко и кувшин И ты такой Че? Она тоже постарше Но все равно И ты такой Типа Ну, фрустрация полная Ты такой разочарован Ты думал Что сейчас будет веселье Пони, аниме А тебя заставляют Какие-то всратые кувшины С построением Типа Это так скучно Неинтересно И поэтому Мне кажется Всем детям нравится Какие-то более свободные Более свободные темы Где есть Что от себя добавить И вот согласись Есть разница Между вот Свободным заданием И каким-то академичным Очень Конечно Они же более Как-то Проявляют себя Гораздо активнее С большим интересом Работают С большим интересом Но натюрморты Я бы тоже Не сказала Что у нас Прям У меня лично Мои ученики Красивые натюрморты Ставишь От них прям Отторгаются Но бывает Когда только Пытаешься внедрить Допустим Когда дети Маленькие Они привыкли Какие-то такие Фантазийные Больше темы Они хотят Там что-то Вот я им поставлю Это Также вот Среди этих Всех многочисленных Тем С воображением У нас идет Какой-нибудь Натюрморт С яблоком Я им ставлю Этот нитюрморт С яблоком Кувшин Яблоко Вот И они начинают Спрашивать Ну это В основном Маленькие дети Которых Только приучаешь Как бы к этому То что нужно Работать с натурой Они начинают Спрашивать А можно я тут Единорога нарисую Или там что-то Дорисую еще Можно я цвету Да Вазу дорисую Ну и как бы Приходится объяснять И говорить Ну я чаще всего Как говорю Вот здесь мы Работаем с натурой А следующая тема А следующая тема Ты сможешь Что-то сделать свое Там будет уже Свободнее Выбор И у тебя Будет больше Возможностей Вот Но от натуры Никуда не убежишь Если ты не будешь Ее писать Ты не умрешь Но Ты будешь Лучше развиваться Да Это конечно нужно Приходится ли вам Подрабатывать Еще Репетиторством Или же брать заказы И вообще Есть ли на это время Можно ли совмещать Совмещать можно Но все зависит От нагрузки От того Какое количество часов В школе Да Ну и у меня было время Да Когда я там Расписывала стену Или еще дополнительно Занималась репетиторством Ну и сейчас уже Как бы Если что-то попадается То можно взять Ну и нет такого Чтобы прям Искать Судорожно Работу Еще одну Да и сил Наверное не хватает Ну да Когда большая нагрузка В школе Не очень Хватает потом сил На еще одну работу Вопрос про бюрократию Сколько бесполезных бумаг Вам приходится заполнять На работе И много ли их Такой очень Наболевший вопрос Да Очень много Очень много Жесть Как много Во-первых Есть журнал Который ты ведешь Самостоятельно Для себя Там где тебе Все понятно Где ты можешь Что-то нарисовать Или Начеркать Потому что Это черновой вариант От него никуда Не убежишь Все равно нужно Потом у тебя есть Журнал основной Который ты сдаешь Финансовый документ У тебя есть Календарные планы В принципе Не понимаю Чем отличается Календарный план От журналов Но так надо У нас есть Протоколы Родительских собраний У нас есть Анализы Посещения Уроков коллег У нас есть План Повышения Квалификации Ну и естественно У нас есть Дневники Которые мы тоже Должны вести Ну ученические И Есть еще Открытые уроки Которым ты тоже Должны готовиться И Подготовить К ним документацию То есть не просто Ты провел урок Ты еще Задокументировал И это все Заполняется Вручную Нет Не все Вручную Слава тебе Господи Что-то разрешается Дошел прогресс Да Дошел прогресс И можно что-то Сделать на компьютере А что-то Вручную Просто уже На таблице Заполняешь Ну короче Это тут очень геморрой Есть чего Да очень много И вот Еще чтобы вы Представили Полную ситуацию Того что Мы делаем Вот у нас есть Личные дела Детей Которые Мы собираем И они хранятся В школе Но мы почему-то Должны каждый год Переписывать Все из личных дел По новой По новой Я не понимаю Для чего это Но так надо И родительские собрания Да Мы помимо того Что сдаем их В бумажном виде В отдельную папку Мы еще дублируем Это в журнале Еще один раз Тоже непонятно Для чего Но так надо Вот этот вопрос Мне очень понравился Он меня сам Очень сильно волнует Про аниме Нет не про аниме Меня очень сильно волнует Вопрос Еще наверное Я вспомнила Свои школьные годы Мне всегда было Это интересно Куда пропадают Учителя Уходят в начале урока И появляются в конце Куда деваются учителя Да Очень хороший вопрос На самом деле Да Бывает такое И очень стыдно Потом за это Но Часто так бывает То что ты приходишь В школу Вот у тебя Минут через 10-20 урок И Пока вот Дети готовятся Тебя может выхватить Зауч Или методист Или тот же директор И Заманить к себе В кабинет И что-то Начать рассказывать Очень долго И ты уже ему Такой говоришь У меня дети У меня дети Он такой Сейчас Сейчас Минутку Минутку Но у меня Не бывало Такого Что я уходила Прям очень надолго На весь урок Чаще всего Меня звала методист Сказать про какой-нибудь Конкурс Или про какую-то Документацию И я быстренько возвращалась Либо она ко мне приходила И все Не было такого Что я ушла И пришла В конце урока Так что вот так Учителей Похищают За учитель Так что вы не думаете Да Что мы где-то Прохлаждаемся И чаще всего Гоняют Да Чаще всего Когда такое Происходит Ты в первую очередь Думаешь Что там Там дети сидят Отпустите Пожалуйста Что требуется От преподавателя В плане внешности Есть какие-то Правила у вас Вашего внешнего Чаще всего Я слышу О правилах Это то Что нельзя Ходить в джинсах Ну и естественно Там опрятный вид Рукава Чтобы были На одежде Да вроде все Вот за джинсы Мне вообще Никогда не было Понятно Почему нельзя Я тоже не понимаю Потому что Это удобная Нейтральная одежда Это рабочая одежда Мы это и делаем Мы работаем То есть Мы же не пришли Как музыканты Допустим Мы не сидим Играем на фортепиано Хотя даже им Наверное тоже Больше будет удобнее Не в брюках Клёш сидеть А в джинсах К тому же в художке Прикинь Кому всрались Блин Вот эти вот Классические штанцы Какие-то А у нас Я не ношу Классические штаны У меня что-то удобное И юбки Тоже не получается носить Потому что Обязательно Мне надо будет Таскать какую-нибудь парту Или мольберту И это просто Неудобно У нас в Шараге Все преподаватели Ходили в джинсах Практически все Ходграф все равно Ходил в джинсах Потому что наши же преподы Такие Типа Чё Какого хера вообще Мы тут сидим Маслом пишем Типа С чего Как я потом эту краску Буду состировать Если я вляпаюсь Я чё В белой рубашке Тут должен сидеть Марина Яковлевна Всегда в французском стиле Юбка Ниже колена Каре С туфельки На каблучок рюмочка Да Французское Одритату Есть ли какой-нибудь Гендерный барьер То есть Стесняются ли мальчики Того, что ходят в художку Вот это, кстати Очень интересный вопрос Потому что Я не думала об этом Но недавно Я такое услышала Что оказывается Рисовать Это бабское занятие И что есть мальчики Которые стесняются Ходить Рисовать В художку В художку же, как правило Больше девочек Мальчиков поменьше Да И стесняются ли мальчики В школах искусств Скорее Я бы даже так сказала Не то, чтобы В целом И музыкалка И театра Да, больше девочек Да и вообще У нас больше девочек Раньше же это Вообще не разрешалось Женщинам писать Это же не наше дело Вот А сейчас наоборот Больше Да, развелось Девушек Которые занимаются Девочек Которые Это близко Ну и плюс У нас немножко Изменилась направленность Искусство Поэтому тоже Женщин больше Стало вовлеченных А мальчики Ну у меня тоже У меня очень мало Мальчиков Ну я бы не сказала Что кто-то из них Комплексует Вроде бы Все нормально Общаются с девочками Держат отношения Один мальчик У меня есть Ну мне кажется Он просто по натуре Такой стихоня Из себя Вот И даже когда я ему Что-то объясняю Он просто головой Киткивает Он не отвечает Вот И мы с ним так общаемся Думаешь проблема не в том Что он стесняется Да Проблема не в том Что он стесняется Ему очень нравится Он там Очень любит Компьютерную графику Вот Но он сам У вас есть компьютерная графика Да А что вы там делаете Вы рисуете на планшетах Нет Планшетов у нас нет Это очень дорого Для школы А у меня тут было Очень много вопросов Учат ли художники Рисовать на графических планшетах Графических планшетов нет А если они появятся Это мне кажется Как в нашей шарашке А если свой принести Будет Если свой Ну я разрешаю Ты разрешаешь Нет Ну пока никто не приносил Насколько я помню А они знают что можно Может они не знают что можно Спрашивали да Я говорила Можно Ну и плюс у меня даже Дети которые учатся Не на компьютерном курсе Они очень часто спрашивают Можно ли я сделаю Ту или иную работу В диджитал Ну если Это не какой-нибудь Живописный натюрморт Контрольный Который обязательно Должен быть на просмотре Я естественно Разрешаю Потому что Ну если я запрещу То какое удовольствие Ребенок получит То что он будет рисовать То что он будет рисовать Его на бумаге А не так Как он запланировал Потому что чаще всего Дети уже приходят С готовой картинкой Ну или с готовым изделием Да Либо уже с готовой Концепцией Со своей голове Со скетчами Они узнают Как они сделают Это Ты скинула микрофон Извиняюсь Если там было шумно Секундочку Со своей собственной Уже концепцией Да И они уже понимают Что там будет И я чаще всего Уже тоже Если ребенок долго учится Я уже тоже понимаю Как идет его мысль Я понимаю Что легче будет Уже разрешить ему Сделать это На компьютере Пускай делает На компьютере Можно Ну как бы Ты за такое Конечно же Не снижаешь оценку Ничего такого Нет конечно Главное чтобы было сделано Как бы по уму Да и все Это без разницы Диджитал это или что Главное чтобы Типа все работы В тратишке Были сделаны Выполнены правильно Которые должны быть В тратишке Да Даже вот если У нас запланировано По рисунку Или по живописи Что-то Я могу позволить Какой-то конкретный Если он не контрольный Опять же Можно его сделать Если это не экзамен Не итоговая работа Да Если это не зависит Вот допустим Для меня это не имеет значения Но если люди будут проверять То нам достанется всем Да Что еще важно И вам и нам Да Что преподаватель Может запретить вам Делать какую-то работу Допустим в диджитле Не потому что он против диджитла А потому что Ну есть какие-то работы Да Которые нужно Ну а не итоговую Хуже показать начальству Ну и так далее Просмотры те же самые Именно поэтому Или конкурс Да Или конкурс Где запрещен диджитл Случалось ли тебе Иметь дело С необучаемыми детьми Чаще всего это касается Чего-то именно Конкретного То есть есть дети Которые Плохо Себя проявляют На рисунке На графике Но хорошо проявляют Себя в живописи Или там Композицию Он не может строить Композицию Я никак не могу донести До него суть Но при этом у него Хорошая там Какая-нибудь графика Или академический рисунок То есть с натуры наоборот Лучше работает Но нет такого Чтобы прям Везде По каждому предмету Не обучаемый Везде есть какие-то Именно выборочно Да Есть плюсы С чем-то хорошо справляется С чем-то плохо С чем-то плохо В основном Всегда есть Хотя бы четыре предмета Ты уходишь из кадра Хотя бы четыре Или три предмета И в одном из предметов Обязательно себя Какой человек проявит Потому что Ну просто так Да Тебя же не возьмут Тоже Короче нет абсолютно Бесталанных детей И каждый в чем-то Да хорош Ну да Пока мне не встречалось Такое Часто ли встречаются дети Которые не по своей воле Попали в художественную школу Что делать с такими учениками Если они совершенно Не заинтересованы А родители заставляют ходить Вот таких детей На самом деле Нет Но иногда возникают У родителей такие вопросы Вот у меня допустим Дочь не хочет ходить Что-то случилось Ну это все обговариваем Но нет такого Чтобы вы прям заставили Когда у нас проходят просмотры Мы обычно беседуем с детьми И спрашиваем у них А ты сам хочешь идти По этому пути Или у тебя За спиной родителей заставляют И было пару случаев Вот прям на просмотрах Когда только дети остаются То есть они там рисуют Какую-то тему Которую им задали Вроде экзамен Мини-просмотра Такого При поступлении И мы у них спрашиваем И было пару случаев Когда две девочки Подняли руки И сказали То что Меня заставляет мама Но их естественно Не взяли Потому что Чистосердечная Да Потому что Смысла нет Вот родитель Сейчас настаивает На том Чтобы ребенок Пошел В художку Чтобы он учился А смысл Он месяц походит Покапризничает И все А потом начнется Вот она не хочет ходить Как ее заставить Или почему вы ее не научили Ну да Такое начнется Какие правила есть в вашей Шарашкиной Шарашкиной конторке Ой Кто-то будет уволен Какие правила есть в вашей художественной школе Но ученики постоянно их нарушают Смешивают белила с акварелью Да нет Дело не в этом Ну допустим Когда мы начинаем Работать над работой Работать над работой Да Работать над композицией И ты говоришь ребенку Зайчик Не дави на карандаш Тебе потом это аукнется Когда ты начнешь это делать в цвете Но ты подходишь Зайчик тем временем Да Через пять минут Ты подходишь к нему И смотришь Что там вообще Это не стирается Ты садишься Пытаешься стереть Это Оно не стирается Оно просто там уже Все там уже такое И я не знаю Вот у меня Допустим Это большая проблема Те кто у меня учится четыре года Там некоторые уже поотвыкали За четыре-то года А вот кто второй год учится У некоторых еще проскальзывает Это Я не понимаю Почему они не понимают То что это действительно Как бы полезный совет Разве не так? Зайчики Не давите на карандаш Потому что это не стирается Ты же не можешь идеально сразу нарисовать Есть ли правила, которые ты нарушаешь? Я давлю на карандаш Я это делаю, когда уже есть готовый рисунок Я точно уверена, что у меня все там хорошо А не когда я только начала делать скетч Делаю не скетч Ой, да ладно, не оправдывайся Просто твои ученики твои видят, как ты делаешь И повторяют за тобой Я подхожу специально с тонким HB карандашом Они берут мягкие 8 8B, да И начинают это делать Ну и, конечно, про построение Если мы строим кувшин Они иногда забивают на это И, естественно, там кувшины вот такие вот Простите Я до сих пор такие кувшины рисую Тамара Викторовна Ой, неправда Они у тебя хотя бы стоят И есть хоть какая-то симметрия Понятное дело, там к тебе придерутся Из-за того, что на миллиметр оно дойдет Но там конкретные Я вообще никогда не понимала Эти эллипсы не рисовала Вообще, они меня так всегда бесили Никогда не понимала До сих пор Ну, когда ты рисуешь кувшин Тебе надо показать, что он стоит на плоскости Ты же не можешь просто оставить прямую линию, правильно? Ну да А кто-то не справляется А кто-то не справляется, да И часто вот из-за этого проблема Просто в чем тут суть? Я не против ваших всех абстрактных стилей Стилизованных на тему Да, но если вы хотите дальше связывать свою жизнь с этим Вы будете поступать А когда вы будете поступать, у вас будет натура Если вы нарисуете вот такое дно без овала То вас, естественно, туда не примут Были ли какие-нибудь трешовые ситуации? За время твоей работы Конечно Просто сейчас список такой отстает Допустим, один мальчик, он не может спокойно себя вести Он может идти, резко упасть и начать отжиматься Да Ну что я могу с этим поделать? Как малая разница в возрасте влияет на взаимоотношения с учениками? Дети воспринимают вас как учителя или же как друга наставника? Ну это надо, наверное, у детей спросить, а не у меня Я не чувствую, что вы ко мне относились неуважительно Если не считать того, что передо мной могут упасть и отжаться Но мне кажется, это наоборот, проявление уважения Это очень, да Я тоже, я не знаю, что они там за спиной у меня говорят Корга старая Корга старая, да, 30-летняя 30-летняя старая корга пришла Нет, когда ты пришла тут А когда ты только вот пришла, было такое, что типа У нас молодой преподаватель Она только что закончила учиться Что-то такое было? Нет Незаметно такое Когда я пришла, у меня было всего лишь две группы Одна была от 5 до 7 лет, насколько я помню Они там все малыши были Я пришла, они все сидели с интересом, слушали У нас там был типа урок игра А по старше? По старше у меня был класс Там было от 7 до 13 лет, насколько тоже помню И тоже вроде все нормально прошло Там еще была мелкая группа То есть там пришло совсем 2 или 3 человека И мне удалось пообщаться со всеми Ну хорошо так, близко Короче, ничего такого не было Ничего такого не было, да И сейчас о вольности какие-нибудь Нет, ну не правда Все равно они позволяют себе какие-то вольности Ты рассказывала какие-то истории, опять же Со всякими там мемами там и так далее Они понимают, что ты молодой преподаватель И с тобой там покекать с мемов можно Мемы про дурку сейчас актуальные Беды с башкой Беды с башкой, да Ну типа, они понимают, что ты молодая Ну они говорят, естественно, мне тоже смешно с этого А ты не подаешь виду, что тебе смешно Да нет Делаешь вид, что ты строгий преподаватель И не смеешься с тупорылых мемов Нет, почему? Тоже могу посмеяться, но опять же потом Идет нравоучение Дети, так нельзя Ребята, зачем вы хотите дурку? Что там хорошего? Потом вы обсуждаете блогеров в ТикТоке Хайп и всякое такое Нет, на самом деле с ними очень есть о чём поговорить И многие не только из мемов вытекают А какие-то серьёзные вопросы Там те, кто постарше Про родителей рассказывают что-нибудь Иногда, да, я узнаю некоторые вещи раньше родителей Например? Ну, например Там иногда говорят о том, что плохие отношения с родителем Родители думают, что всё хорошо Это уже серьёзная такая история Да Ну, то есть дети иногда говорят Вот, родители меня не любят Тра-та-та-та-та-тра-та-та Вот в таком ключе Ну, объясняешь им Ну, как же так, зайчик? То есть бывают дети, которые преподавателю доверяют больше, чем родители? Это бывает даже не то, чтобы они доверяют больше. Это неосознанно. Они о чём-то говорили и зашли куда-то чуть-чуть дальше. И всплывают некоторые вещи. Да, ну и родители тоже бывают очень отзывчивые. Есть те, которые позвонят, спросят сами там, что, как, расскажите. Или напишут в WhatsApp, тоже мы можем побеседовать. Скинуть фотку. Скинуть фотку, да, я в KFC. Расскажи эту историю. Или что-то вам рассказывать. Нет, можно, ученик мне скидывает, говорит, я опаздываю на урок, я в KFC. Не скидывает фотку. Скидывает фотку, да, я был в KFC. Неси мне острых наггетсов. Один из самых популярных вопросов. Почему аниме ЗО? Да кто такое говорит? В художках запрещают рисовать аниме. Ты запрещаешь рисовать аниме? Я не запрещаю рисовать аниме. И вот у нас на художественном отделении шесть преподавателей. С одним я очень часто пересекаюсь. И он мужчина такой уже ему под 60. Или 60 с хвостиком. Что-то такое. 50-60 лет. Ну, в общем, уже такой маститый дядя. И я видела, как у него рисовали аниме и BTS. Все они тут. Вот они слева направо. Слева направо, да. Я не слышала, чтобы он говорил, нет, это не рисуем. Или что-то в этом роде. У меня тоже рисуют. Да я сама даже помню по своим годам. Ты сама рисовала аниме? Это интересно в плане того, что это другая рисовка. То есть попробовать. Я помню, я даже взяла у мамы тени, какую-то косметику. Я нарисовала аниме-косметикой. Вот, один раз. Я не знала. Да, интересные факты. Мы с тобой знакомы 8 лет, и я слышу впервые эту кулсторию. Ну, потому что это все равно какое-то разнообразие. Это так же, как ты смотришь... Такое сравнение сейчас будет очень глубокое. Ренуара и Ван Гога. И смотришь, что это разные стили. И так же ты можешь посмотреть на мультипликацию. То, что аниме это один стиль, а, допустим, наш советский это другой совершенный стиль. Поэтому это тоже очень даже хорошо, если кто-то увлекается и разрешаю по композиции, допустим, хотят аниме, пожалуйста, чтобы это соответствовало как-то теме, можно вписать. Почему нет? Как происходит оценивание работ учащихся на просмотрах? Мне кажется, наверное, в каждой художке по-разному будет. В каждой художке по-разному будет. У нас как проводится? Дети выкладывают работы, табличку со своим именем, все, что они за полугодие сделали. Мы смотрим, обычно я и еще пару преподавателей, или директор еще должен быть. И мы ходим, смотрим, у кого какой прогресс, то есть за полугодие обычно видно, кто работал, кто нет. Да, и там если у одного ребенка три работа, а у другого шестнадцать, то, понятное дело, кто работал, кто нет. Но бывает такое, что если у тебя две работы недосчитались, это не значит, что ты... А вот тоже качество или количество? Вот шестнадцать, а может у того ребенка, у которого три, гораздо круче? Дело в том, что чаще всего дети, которые три работы сделали, у них плохие работы. Не было такого, чтобы там у ребенка было всего лишь три работы, и они все были великолепные. Как правило, если мало работы, значит, ребенок просто не рисует, не заинтересован, вот и все. Да, чаще всего так и бывает. И у вас для аттестации должно быть минимум три оценки по одному предмету. То есть, если у тебя нет трех оценок, то аттестации не будет. Вмешивались ли родители в рабочий процесс? А вот мой ребенок не научился рисовать то-то, или почему вы рисуете вот то-то? Такое бывало? Чаще всего родительские собрания собираются, или если кого-то это интересует, я связываюсь лично, или они сами со мной связываются лично. И мы это обсуждаем. Бывает такое, что говорят, ну что, он там бездельничает, сидит, или что? Говорю, ну как же так бездельничать? Нас никто не бездельничает. Но дело в чем, то что, если родитель настроен это исправить, то он будет работать вместе со мной, а если как бы он настроен просто уйти и бросить, то он это и сделает. Вот, ну чаще всего со мной связываются по каким-то положительным все-таки. Разные родители бывают, надо тоже общаться с ними. Если особенно они хотят общаться, то можно пообщаться. А есть те, кто не общаться, сбагрили дитя, да? Да, и такие, отвяжитесь. Такие, которые полностью доверяют, наверное. И если требуется, я сама могу связаться. Кто-то действительно хочет переложить всю ситуацию в мои руки, кто-то наоборот помогает. Всю ответственность. Да, но так не бывает. То есть я же не могу полностью повлиять на ребенка. Мне иногда нужна помощь. Если не нужна помощь, сами справимся, конечно. Ну там, это касается в основном домашнего задания. То, что по классу, в классе все нормально. Нужно, Тома до этого говорила, что нужно написать родителю, напомнить. Преподаватель должен написать родителю, чтобы родитель напомнил своему ребенку сделать домашку. А если он не делает домашку, то Тома такая звонит, а родитель такой, а я что сделаю? Типа, ну, типа, он же там у вас учится, типа, вы это и контролируете. То есть родители вообще полностью, некоторые родители, перекладывают свою ответственность на ответственность преподавателя. Что, типа, сбагрил ребенка в художку, и вот преподаватель должен прям за каждым следить, чтобы каждому напомнить сделать домашку там и так далее. Да, еще бывает такой вопрос. У нас же такая сфера, то, что у нас материалы очень дорогие. То есть не каждый может позволить. Ну и как бы объясняешь, говоришь то, что ну купите более или менее нормальные краски. Или там белила всегда. Фикс прайс за 50 рублей. Ну, кстати, там тоже бывают хорошие материалы. Почему бы и нет? Просто главное, чтобы эти материалы были, а то бывает такое, что они приходят вообще, у них там белил нет, говорят, я буду писать. Что это будешь писать? Говно какое-то. Можно смешивать белила с акварелью? А что нельзя? Можно все. О, слушайте, мне кажется, это вообще какой-то миф. Потому что я тоже смотрю на преподавателей своих, которые работают у меня в школе, везде пользуются этой акварелью белой. Но дело в чем? То, что они ее используют в декоративных целях. То есть там делали акварелью, добавили там какого-нибудь снега в пейзаж, да, брызгами, что-то такое. Ну, естественно, если вы будете писать академический натюрморт, то бахните туда белую акварель, что вам скажут? Вам будут митю-тюк. Обличок, если я забыла на бутылочке. Обличок. Ну, что ли, забыла? Да никто не заметит. Просто дело в чем? В том, что дети не всегда понимают, что такое чуть-чуть. Поэтому иногда надо полностью ограничить, потому что они пойдут сдавать какой-нибудь экзамен по живописи проходной, и туда опять насуют этого белила, естественно, это увидят. И минус балл будет, или я не знаю, сколько там. Им говоришь чуть-чуть, они не понимают, что такое чуть-чуть. Ну да, в этом вся проблема, что дети не понимают, что такое чуть-чуть. Бывает такое вот то, что мы там с детьми работаем над композицией, я говорю, давайте постараемся без белой акварели написать, вот смешать все, чтобы не было этого мутного, ничего. Ну, не получается. Ну что, я сажусь и тоже нарушаю эти правила. Беру белую акварель, мешаю ее, и исправляем что-то. Или добавляем каких-то декоративных элементов. Сейчас обойдемся просто штрафом. Но в следующий раз будьте внимательнее. Спасибо, что ко мне пришла. У нас коронавирус, но так уж и быть. Обнимемся с тобой. Большое спасибо за ваши вопросы, они были очень интересными. Если вам понравился мой сегодняшний гость, Тамара Викторовна, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, добро пожаловать. А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мои пабли вконтакте и инстаграм. А еще я добавлю томит инстаграм, потому что он очень красивый. Да, очень эстетичный, так что заглядывайте. В ссылке, как всегда, внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok